Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать об одном прикольном проекте. Мне идея очень понравилась, поэтому решила снять видео для вас. Итак, проект называется SleepoWatch. SleepoWatch это приложение Web 3.0, которое вознаграждает своих пользователей NFT и токенами за соблюдение здоровых привычек сна. Затем пользователи будут этими NFT обустраивать свою комнату. Комната называется MetaRoom. Приложение использует научные исследования и гиммификацию Web 3, чтобы стимулировать своих пользователей соблюдать здоровые привычки сна. Миссия SleepoWatch заключается в том, чтобы улучшить сон людей с технологией Web 3.0. Сейчас покажу, как это работает. Вы в приложении вводите время, которое вы хотите засыпать и в которое хотите просыпаться. Далее вы ложитесь спать в определенное время, которое вы внесли, и вы должны проснуться в то же время, которое вы поставили в приложении. Если вы будете соблюдать этот режим сна, вам будет больше начисляться монет. И также вы будете при пробуждении получать 1 NFT. Используя это NFT, потом вы обустраиваете свою комнату. Далее, что у них по команде. Антон Крамкин. Антон в настоящее время имеет степень магистра делового администратора в Гарварде и является членом Гарвардского блокчейн-клуба. Алексей Коротку. Алексей – инженер-программист, 9-летним опытом. С опытом работы в области искусственного интеллекта, машинного оборудования и разработок для ее. Приложение находится в альфа-тесте, поэтому можно получить доступ к тестнету. То есть, можете тут ввести свою почту, подать заявку и, так понимаю, рандомно вас выберут. А также у них в Дискорде происходил розыгрыш. Там нужно было набивать левел и приглашать друзей. Но у меня с английским плохо, а там русскоязычной ветки нету, поэтому я не приняла участие в этом. Ну, думаю, мне повезет и мне с сайта пришлет приглашение. Также подписывайтесь на Дискорде, ссылку оставлю в описании. Там будут новые условия, я так поняла, розыгрыша, поскольку тысячу мест раздали. Сейчас будет новый набор, на 10000 мест, поэтому следите за Дискордом, там будут новости. Ну, или подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я тоже буду по мере поступления новостей постить свой канал. Итак, сейчас перейдем к техническому документу и немножко пройдемся по приложению. Так, знакомства мы, в принципе, по знакомству, в принципе, я вам рассказала. По наградам у нас будут токены и NFT. Ну, в принципе, я тоже это сказала. Дальше у нас элементы. Каждый элемент внутри мета-рум является NFT, то есть все, что вы будете получать из-за сон, это будет NFT. Пользователи могут собирать эти предметы, заменяя один предмет другим, то есть вам могут попадать два раза там кровать, да, вы можете обустраивать свою комнату, ставить сначала одну кровать, потом менять на другую. Каждый элемент NFT имеет следующую характеристику. Тип, модель, силу, удачу, комбо, супер-атрибуты и редкость. Итак, сейчас пройдемся по каждой характеристике. Тип представляет категорию NFT. Это может быть кровать, тумбочка, стол, ковер, плакат, окно или мебель. Модель. Это имя категории элементов NFT в пределах определенного типа. Например, может быть тип кровать или модель Uno Classic. То есть у каждого типа есть еще определенные уровни. Так, теперь что по силе. Вычисляется количеством токенов SHIB, которые пользователи будут зарабатывать за каждую минуту сна. То есть чем у вас больше силы у ваших предметов, то вы будете больше токенов получать за сон. Удача. Увеличивает вероятность того, что пользователь получит более редкий Nightbox. Комбо. Множитель работает на некоторых NFT разных типов и позволяет пользователям зарабатывать дополнительные награды, если они совпадают. Атрибуты. Имеют нестандартные способы увеличения силы и удачи мета-рум. Например, некоторые атрибуты придают ранним ташкам или ночным совам особенный прирост силы. Редкость определяет несколько редких явлений элемента NFT. Как правило, чем реже NFT, тем выше будет его оценка силы или удачи. Более редкие NFT также могут иметь уникальный супер-атрибут. Слипогочи имеется 6 уровней редкости. Общий, необыкновенный, редкий, супер-мифический и секрет. Кроме того, каждый элемент имеет уровень, который пользователь может обновить. Каждый новый предмет в Nightbox относится к уровню 1. То есть то, что вам выпадает в боксе за ваш сон, всегда это NFT будет уровня 1. Дальше. Повышение уровня. Как можно повышать уровень? Чтобы повысить уровень, вам нужно скрестить, так сказать, скрестить 2 NFT. То есть если у вас 2 кровати, вы можете ее скрестить и у вас получится NFT выше уровня. То есть кровать будет 2 уровня. Но если вы будете скрещивать, у вас не будет 2 NFT и 3 будет появляться, как все привыкли к минтам. У вас будет 1 NFT сгорать и будет оставаться только 1, но уже высшего уровня. Так, теперь про символ NFT. Персонажи NFT будут выпущены в бета-фазе Слипогочи после завершения альфа-версии. Каждому пользователю приложения Слипогочи потребуется персонаж NFT, чтобы начать зарабатывать токены SHIB. На данный момент планируется, что персонажи NFT не будут иметь таких характеристик, как Сила и Удача. Будут иметь чисто визуальные элементы в качестве своего дифференциатора. Однако пользователь не сможет зарабатывать токены SHIB без персонажа NFT. Персонажи NFT не будут иметь уровня. Персонажи NFT будут создаваться двумя способами. Через открытие ночных ящиков путем разведения двух персонажей. Попадения персонажей NFT в боксах будут крайне редкими. Большинство персонажей NFT будут созданы путем разведения существующих персонажей NFT. То есть, если у вас есть персонажи NFT, вы можете их разводить. После завершения альфа-тестирования для основного запуска приложения будет сгенерировано 10 тысяч персонажей. Эти 10 тысяч исходных символов будут переданы наиболее активным альфа-пользователям, членам сообщества. То есть, вот эти 10 тысяч тестеров получат персонажа и потом они уже смогут их разводить. То есть, если я правильно поняла, тот, кто не попадет в альфа-тест, будет уже покупать персонажей у альфа-тестеров. Патокиномики, я думаю, проходиться не будем, чтобы не затягивать видео. Можете потом подробно сами изучить. Я оставлю ссылку в описании. Также у них будет таблица лидеров. То есть, если вы соблюдаете режимы сна, все, что вы задали в приложении и соблюдаете это, то вы будете подниматься в лидеры. Твиттер у них еще не особо разный, только 1600 подписчиков. Но, в принципе, проект совсем свеженький. Можно попробовать испытать удачу и получить альфа-тест. И, в принципе, потом может все хорошо выстрелить, поскольку именно в таком направлении проектов я еще не видела. И мне понравилось, поскольку я за здоровый образ жизни, поэтому мне эта тема прикольна. То есть, здоровый образ жизни включает в себя и правильный режим сна. Вот такой коротенький обзорчик. Чтобы не затягивать видео, можете потом, если вы хотите еще подробно все изучить. Ссылку на технический документ я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там выходит тоже интересная информация. Также пишите комментарии по поводу видео. Может, что-то вам не понравилось или что-то хотели добавить. Или остались какие-то вопросы. Все пишите в комментариях. Всем желаю удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok